Как поется в известной песне советских времен, земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Как раз из таких и пилот-инструктор, пилот-наставник, командир вертолета Ми-8 Николай Хлыбов. Летать для него значит жить полной жизнью. На землю можно постоянно сверху смотреть. Красота. Вот сколько бы ты ни летал. И каждый полет, он отличается от предыдущего полета. Это постоянно, все время что-то новое. Николай Сергеевич – уроженец целинного поселка. С юных лет мыслил себя человеком-трудящимся. После школы выучился на сварщика. Но затем вмешалась судьба. По линии ДСААФ попал в авиаклуб. И уже после первого самостоятельного полета понял, что полюбил это дело навсегда. Все начиналось с Ми-1. Очень хороший вертолет был. У нас же вертолеты были, они с парки. С двойным управлением. И когда один летишь, управляешь, то вторая ручка тоже повторяет эти же самые движения. И сам. Вот это были первые сборы на Ми-1. Потом на другой год были сборы на Ми-4. Это уже в Бузулуке. И после этого я уже как бы сварщиком работать не смог. В Советском Союзе квалифицированных пилотов вертолета гражданской авиации готовили только в одном городе – Кременчуге. И Николай поставил себе цель поступить туда. Конкурс был очень большой. С первого раза я не поступил. Ну, я не был, как говорится, я не знал даже вообще, что там сдавать нужно. Мы поехали-то с другом, взяли учебник физики, а он там и не нужен, этот учебник физики. Там нужно математику русскую. Ну и поначалу у нас получился провал. Но через полгода все равно я уже на заводе рассчитался, все. Родителям сказал, поехал, поступать. Пока не поступлю, я не прием. И упорство в достижении цели сделало мечту реальной. Он поступил и спустя полтора года по спецнабору вышел профессиональным пилотом Ми-8 и получил распределение в Нарьенмар. Я вообще про север тогда мало что знал. И как бы собирался ехать еще даже сюда, в Нарьенмар, думал, поездом или автобусом, как добираться. Ну вот, когда приехал сюда, я вот уже увидел, что в августе снегопад был. Вот тогда я сразу уже почувствовал, что такое север. Каждая профессия требует определенных человеческих качеств и навыков. А профессия пилота особенно. Одно неверное действие в пилотировании может привести к катастрофе. А поэтому далеко не каждый человек годится для этого дела. И помимо хорошего здоровья, здесь необходим и сильный характер. Самобладание должно быть, выдержка должна быть, реакция у человека должна быть, хладнокровие какое-то должно быть, исполнительность должна быть, дисциплина. Потому что авиация, она же не прощает мелочей. И вот уже около 40 лет Николай Сергеевич на своем верном и надежном вертолете Ми-8 служит северянам, доставляя людей и грузы во все точки Ненецкого округа. Мужественно исполняет свои обязанности, порой в экстремальных для полетов метеоусловиях. А когда речь идет о спасении человека, попавшего в беду, здесь делается все возможное, чтобы помочь пострадавшему. Мы летали по санузданию в Каратайку, там с Тундры привезли ребенка. Прилетели уже ночью. Метеоусловия сложные. Пришлось лететь по разрешению командира, ну, по пункту 2.1.5 тогда было. Это на усмотрение командира полет выполняется. Вот. И когда там в Каратайке выключились, врач сходил, посмотрел ребенка и сказал, ну, потом надо было везти, говорит, да на Ринмара мы не довезем, надо лететь в Оркуту. И вот мы полетели в Оркуту, а погода была вот, ну, ниже и ниже, минимум. Вот, леденели. Хорошо опытный, у меня второй пилот был, хороший мой помощник. Вооружен всеми техническими средствами. Пришли мы в Оркуту, зашли, нормально все, сели, ребенка на скорую помощь и везли. Жизнь была спасена. И таких историй у наших полярных асов множество. А ветеран северной авиации Николай Хлыбов и сегодня в строю. По первой необходимости готов лететь на любое сложное задание. И нет сомнения, что он с ним справится. Николай Сергеевич убежден, что случайных людей среди пилотов нет и быть не может. Так как летать могут только люди, уверенные в своем предназначении. И главное здесь одно. Это преданность своей профессии. И любовь к своей профессии. Андрей Чуклин, Вадим Стасюк, Телеканал Север.